Это только начало. Традиционно сказала себе в Новый год приличная часть горожан и дружно бросилась бросать курить, садиться на диету и не терять времени. Многие уже нарушили данное себе слово и, как говорят психологи, ровно от того, что быстро нашли оправдание, потому что вредно бросать резко. У таких шансов реализовать свои планы практически нет. Если не хватило духу, не отчаивайтесь, призывает Вероника Новоселова и ее эксперты. Несколько правил жизни вашему вниманию. Если когда-то очень сильно захочется курить, что человек чувствует, если он готов сорваться, то нужно иметь на всякий случай вот такие припасы, когда можно экстренно заживать это дело. Первый месяц года для Алексея проходит в борьбе за здоровый образ жизни. Он пытается уложить на лопатки вредную привычку – курение. Решил начать с правильной формулировки. Как подсказали умные книги, вместо «я не курю» нужно заучить фразу «я прекратил курить» без частицы «не» и с глаголом начальной формы. Хотя, что работает лучше – верные слова или денежная мотивация – разобраться сложно. Мы на своем предприятии внедрили, кстати, такую систему мотивации. Мы, значит, сподвигаем сотрудников к тому, чтобы они бросали курить. И тот, кто бросает и держится месяц, он получает премию небольшую. Новый год не только с чистыми легкими, а вообще с чистого листа стремятся начать почти все. Чаще всего люди планируют больше зарабатывать, найти интересную работу и похудеть. Вот и в фитнес-залах подтверждают – после новогодних каникул желающих побегать за стройной фигурой заметно больше. Многие сдаются уже через месяц, как только начинают прибавлять в весе. Если человек не занимался вообще, в принципе, приходит, начинает заниматься, то мышцы у нас весит, как правило, больше, чем жировая прослойка. То есть у него может быть сначала результат такой, что он немножечко либо начнет набирать, либо останется в этой же весовой категории. А потом постепенно он начнет сбрасывать. То есть пугаться этого не надо. А вот для тех, кто стремится не скинуть, а набрать, сейчас самое подходящее время. После зимних каникул работодатели начинают обновлять вакансии, нередко увеличивая зарплату. Ближе к февралю из отпуска вернется и топ-менеджмент, отвечающий за набор персонала. Так что мечтающим о смене работы стоит поторопиться с отправкой резюме. Это совершенно эмоциональный такой психологический эффект. То есть люди отдохнули, люди, причем эффект имеет и обратную сторону. В конце ноября, начале декабря люди прекращают искать работу, смотреть вакансии, публиковать резюме, не отвечают на звонки рекрутеров. Но чтобы не остановиться на полпути, нужно правильно ставить задачи. Как профессионал, психолог Екатерина рекомендует. Цели должны быть для вас позитивными. Лучше всего, чтобы мечты исчислялись в конкретных цифрах – килограммах, рублях или лошадиных силах. Вот только дат это не касается. Самый удачный момент – это сегодня. И если вы решили, что к концу года вы сбросите 20 килограмм, то уже сегодня поднимаетесь на девятый этаж пешком. Вот такая тактика маленьких шажков, по-другому она называется японская техника кайдзе, она приносит наибольший результат. Так что если хотелось, но не получилось начать новую жизнь с 1 января или с понедельника, всегда есть шанс сделать это уже сегодня. Раник Новоселова, Андрей Снопиков, Антон Лимонов. Новости 41 канала.